Терновка, Динамо Авто против Дачи и Буюканы. Третья игра за 10 дней. Для топ-клубов европейского уровня календарь привычный. Наши команды к такой динамике только адаптируются. 72 часа для восстановления для них просто не хватило. Где-то молодежь не смогла опять играть в том темпе, в том высоком темпе, который мы просим от них. Из-за этого пострадала уже и командная игра. Здесь главное не перетренировать, здесь больше надо восстанавливаться. Здесь где-то мы немножко поработаем 5 дней, потом еще 5 по-моему. Ну а потом уже будем просто держать в таком режиме, чтобы просто подходить в оптимальной форме к матчу. Игроки Динамо к поединку подготовлены лучше. Матч против Буюкан. Терраспальчане проводят в атаке. Автомобилисты своего гола нет, не ждут, а ищут у чужих ворот. Здорово! Так надо! За два тура ни одного пропущенного мяча. Такой была защита Дачи – одна из самых надежных в чемпионате. До матча с Динамо Авто. Николай Солодовников – его первый мяч за основу. Успешный дебют для нашего нападающего. Форвард хоть и забивает, но место самокритики тоже есть. Да, конечно же. В этом виновник я сегодня. Не получилось. Но это из-за неопытности. Первый мой сезон, первые игры в основном составе. Тренер Кишиневцев пытается спасти игру, а у его футболиста сдают нервы. Красная карточка для Кырунту. Гол, удаление. Тут в игру вступает наставник Динамо Авто. Игорь Добровольский. Точнее, выходит на обозрение. 85-я минута и его первый выход к кромке. Динамо Авто побеждает. 1-0. Футболисты Добровольского теперь делят третье место со Святым Георгием. В чемпионате сейчас небольшая пауза. На отдыхе еще 4 дня. Следующий матч в субботу в гостях против Спиранцы.